приветствую своих зрителей и забегая вперед хочу сказать что сегодня мы поговорим и о барцахских беженцах и о текущих событиях и о сволочах и даже обо мне так как считаю своим долгом рассказать каким спецслужбам служу я так как это интересно всем дегенератам от пашени афилов до кучаря на фобов или скажем от байдена фила до путина фобов уникальный случай когда филы и фобы практически не отличаются друг от друга но начну по порядку для начала хочу сказать о том что вышел новый номер календаря вокруг света армянского на 2024 год который я посвятил арцаху кстати на 25 год календарь будет исключительно по арцаху и арцахцам это вот на следующий год так что все пользователи кто ежегодно приобретает календарь не пропустите и этот номер я намеренно выпустил его раньше по ряду причин во первых вы сможете заранее заказать его себе и близким в подарок новому году во вторых сейчас нужна помощь арцахским беженцам часть из продаж этого календаря пойдет на их нужды я из тех немногих блогеров что не ждут донатов которую вы иногда присылаете за что спасибо разумеется но я из тех блогеров что пишу и издаю календари и книги которые покрывают и мои расходы на армянские следы по миру и даже умудряюсь помогать нуждающимся соотечественникам так что приобретая календарь вы будете не только обладать знаниями органоведческими на каждый день и круглый год но и поможете и моему контенту антитопор и кому-то из беженцев как заказать очень просто если вы смотрите меня в ютюбе то загляните под этот самый экран там будет написано купить календарь заходите по ссылке заполняете отправляете купон оплачиваете по реквизитам и ждете заказ если вы живете за пределами россии то напишите на имейл который тоже имеется внизу и вам ответят как получить календарь в других странах вне россии ну вот и планы перешли на беженцев хочу поблагодарить всех моих соотечественников соплеменников что активно помогают беженцам из арцаха многие из них получают и бесплатное жилье даже выбирают они и теплую одежду получают и денежное довольствие меня это очень радует и больше радует то что в нефтеносной стране азербайджан 30 лет беженцы плакали что и что они нищенствуют и живут в бараках в принципе много есть фотографий даже на эту тему ну в принципе им не привыкать их предки жили в юртах а беки жировали так и теперь у них беки жируют а народ при нефти перекупленный соган продает но у армян нет нефти и газ чужой армяне европе не продают армян есть только совесть и желание исправить все свои ошибки во имя будущего своего и всего региона тогда все вернется на круги своя алиев боится армян и это очевидно один он на армян не решается идти только под покровительством турции даже важные бумаги с армянами боится подписывать без участия турции все правильно делает не зря говорят яблоко от яблони недалеко падает алма алмая бензель и он недалеко упал от своего отца памятника эрдоган не вечен растет хмырь гейдар второй который ответит за все содеянное своим отцом за каждую отнятую у тела голову арцахцев и армян в целом гейдар второй увидит рядом с собой другую армению где не будет места даже упырян с фамилией наян что пытаются нынче заработать на беженцах сдавая им квартиры и дома за баснословные деньги у меня среди родственников четыре семьи беженцев из арцаха три семьи из них вовсе многодетные отцы до последнего являлись контрактниками и много лет из окопов не выходили на линии соприкосновения мартунинском направлении они сняли дом в арташате за 200 тысяч драм представляете 200 тысяч драм это 49 тысяч рублей почти 460 евро и почти 480 долларов в месяц им платить в арташате в мегре сняли за 80 тысяч драм 200 долларов в месяц я думаю этих сдавал на доску почета нужно вешать причем вверх тормашками но в целом большинство армян вполне и отлично оказывают помощь ведь и эти 200 тысяч драм они не печатают а оплачивают из тех что в качестве донейшенов они получают одни армия не дают другие зарабатывают на тех кто дает а посредниками оказываются арцахцы вот те что зарабатывают большие так сказать им будет не место в новой армении армянским олигархам толстосумом их в мире очень много знаю я это не понаслышке знаю о чем я говорю я бы рекомендовал построить микрорайон поселок как угодно можно назвать умный город чтобы там были арцахцы чтобы там могли поселиться эти вот армяне из арцаха и их не постигла в дальнейшем судьба нахиджеванцев чтобы они не растерялись арцахцы боевой подвижный народ они станут не только казаками рубежей армении но и в будущем им надо будет еще возвращаться в родной арцах и на этот раз точно до рубежей куры это не скоро но это будет поэтому не разбегайтесь кто куда теперь о моей службе в разведке разведка такова что мною выявлены ряд дынноголовых особей вопли которых становятся невыносимыми и именно поэтому я обратил внимание обычно я не делаю это послание мне присылают всякие одни обвиняют меня что я дескать пророссийские из-за таких как я мы потеряли арцах частности это особь такое говорит что на азербайджанцев служит и спокойно передвигается по ереван другие наоборот обвиняют меня что я прозападные и снова из-за таких как я прозападных мы потеряли арцах честно говоря я больше привык к обвинениям что я пророссийские моя новая западная ориентация обрадовала меня раз я так умею запутывать безмозглых особей значит либо я чертовски гениален либо эти особи плохо в школе учились но решили выделиться в наблюдениях одно из таких писем хочу прочесть оно от некоего армена на аватаре которого стоит чужое фото до боли знакомое по моему роберта кучаряма если я не ошибаюсь и так читаю спасибо вадим вот из-за таких как ты мы и потеряли арцах продолжай поддерживать паша углу продолжай пропаганду дружбы с турками под видом дружбы с западом гнешь линию политики запада я конечно понимаю что ты тут просто зарабатываешь на хлеб всего лишь пропагандируя западный антиармянский нарратив тем самым придавая интересы армении собственно пашинян делает то же самое только получает за это несравнимо больше он предатель а ты ему помогаешь переориентация в процессе армении на запад привела к потере арцаха дальше сюник спасибо продолжает дальше кстати я тоже в сша и уже давно но на берегу противоположным от тебя можешь блокать а можешь не ответить если конечно интересно будет услышать почему я пришел к такому выводу это просто очевидно надеюсь оскорбил не сильно то есть этот человек почему-то уверен как он пишет я тоже в сша алло hello я не в сша если что так что меня туда тянуть не нужно и за вот эти вот несколько спасибо 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 чего хотели добиться я не знаю что ж почему же был человек я вам отвечу и удостою чести ответить даже публично чё ж там эпистолярным жанром то заниматься я думаю это ни к чему понимаете моя прелесть в том что я плевать хотел на пашиняна на кочаряна чё фото у вас на аватаре на сарксяна на всех лидеров вместе взяток что пили и продолжают пить кровь армян также я хотел плевать на тех людей что до сих пор прикреплены к заднице каким-либо из современных лидеров и пытаются потянуть армению то на восток то на запад это первое второе вы пишете что я просто зарабатываю на хлеб тогда скажите кто мне платит по ему каналу десять лет он появился задолго до пашиняна если вы имеете ввиду что я получаю на хлеб от youtube то он зарегистрирован в россии канал мой в россии зарегистрирован а россия насколько вам известно под санкциями соответственно на территории россии на рекламе я ничего не зарабатываю ничего не приходит если там и приходит где-то сто сто пятьдесят долларов в месяц в месяц это за рекламу тех что вот вы там в америке смотрите или в европе но такой я не русскоязычный соответственно у меня русскоязычный зритель и он в основном в россии находится вот вам эти сто сто пятьдесят долларов это за последние два месяца которые я получил вот за предыдущие последние два месяца сколько у меня там было я уже не помню 217 долларов что ли то есть и того меньше даже я передал тоже беженцам все что я получаю в основном туда передаю но это в основном донаты фамилии их вы в начале практически каждого видео видите да и если я что-то из рекламы получаю которые не в россии смотрят а это малые деньги как я уже сказал все это я передаю более нуждающимся это если вы имеете ввиду донейшины то у меня к вам вот встречный вопрос а вот вы лично вы когда-нибудь посылали мне донаты нет так чего вы взяли что вместо вас это делают другие другие то делают но их считанное количество их имена еще раз говорю в самом начале выпуска я выставляю и то что они отправляют это в тысячу раз меньше чем вам платит америка где вы живете и ненавидите ее но при этом живете и мои донаты ничто в сравнению с тем какое у меня количество подписчиков соответственно все что я зарабатываю на канале это то что я сам и произвожу сам пишу вот этими вот этой головой вот этими мозгами книги календари и прочее но вы ни разу не были даже покупателем моей продукции лично я вас не помню и не в качестве донатера и не в качестве покупателя какой-либо моей продукции чтобы вы могли меня упрекать что я здесь зарабатываю понимаете так какого лешего вы пишите что я зарабатываю на своей деятельности и вообще у меня встречный вопрос судя по всему вы живете в соединенных штатах ну это очевидно вы сами сказали но при этом вы полеете за русь матушку которая вышла под руку с армении так чего вы торчите в штатах то если ваша страна такая плохая я имею ввиду сша откажитесь от этой самой качественной медицинской помощи американской пенсии качеством жизни приезжайте в россию какие проблемы ах вы давно там живете ничего страшного давно вы там живете потому что медицина там хорошая понимаете жопа ваша там в тепле армия ее охраняет жопу вашу а вы приезжайте в россию и будете жить может быть не очень давно но при этом какое-то время проживете еще раз не плевать на вас всех кто раздирает страну на восток и на запад а в своем деле я десять лет вот ноябре через месяц будет 10 лет я ветеран армянской антидеформационной политики один из первых бросил вызов всей информационной грязи в отношении армян и армении еще тогда когда вы американцы россияне украина гая и прочие те же гая станции считали что мир и так знает кому исторически арцах предлежит никому ничего даже доказывать не нужно вообще все хорошо мы победили так вот засуньте теперь лапу в пасть и заткнитесь а я был и буду на своем поприще хочется вам этого или нет еще одна тема которая меня глубоко тронула это отношение к тем людям властям арцаха которых арестовал азербайджан аркадий кукасян кто там рубин варданян бакоса океан и прочее давид бабаян очень уважает его человека знаете как ни странно у меня вопросы не у меня вопросы некоторым армянам которые злорадствуют над этими арестами мол так им и надо вы действительно считаете что всех армян которых вы ненавидите нужно сдавать цускам на арест если вы и впрямь так думаете то то вы сами тюзки покопайтесь своей родословной либо ваша айкью превосходит айкью шимпанзе одно из двух увидимся